принять ответственность за собственные действия чем вообще можно помочь другому человеку что вообще помогает естественной и спонтанной эволюции следующие афоризмы помогает нам это увидеть они начинаются со слова не мне нравится называть их афоризмами обнаженной истины принятие ответственности за собственные действия это еще один способ разговора под хичите поскольку часть принятия ответственности это качество способности ясно видеть вещи другая часть принятия ответственности это мягкость сопровождающиеся не осуждением не делением вещей на правильно и неправильно и хорошие плохие когда мы по-доброму и честно смотрим на себя наконец здесь также есть способность двигаться вперед раньше мы называли ее отпусканием однако в каком-то смысле на личном уровне эта способность просто идти вперед вас не ошеломляет отождествление с проигравшим или победителем палачом или жертвой плохим парнем или хорошим парнем вы просто видите то что делаете настолько ясно и сострадательно насколько можете и двигаетесь дальше следующие мгновения всегда свежие открыты вам не обязательно застывать в каком бы то ни было отождествление одна из карикатур гэри ларсона изображает двух марсиан прячущихся за камнем они установили зеркало в конце тропинки по которой идут мужчина и женщина один марсианин говорит рукому проверим наброситься ли они на собственное отражение кажется что мы действительно постоянно набрасываемся на свое отражение и как правило представляем что это отражение находится снаружи мы хотим обвинять мужчин женщина белых черных политиков или полицию мы хотим обвинять кого-то другого у нас есть склонность всегда вываливать все вовне даже если это вовне оказывается нашим собственным телом вместо того чтобы работать с чем-то мы склонны бороться против чего-то в результате мы становимся отчужденными тогда мы принимаем неподходящие лекарства от своей болезни защищая себя всевозможными способами чтобы случайно не вернуться к своему уязвимому месту и так сегодняшние афоризмы являются большим разоблачением первое из них не говори о раненых конечностях иными словами не говори о недостатках других людей все мы получаем своего рода удовлетворение когда сидим за столом и обсуждаем не свежие дыхание мортимера мало того у него перхоть странный смех и к тому же он тупой в наших разговорах о недостатках других людей есть странная безопасность иногда мы приукрашиваем происходящее и притворяемся будто не делаем этого мы говорим эй привет ты знаешь что они воруют потом мы добавляем о нет мне не следовало этого говорить прости это было так нетактично с моей стороны больше я ничего не скажу мы бы с удовольствием поговорили еще но говорим ровно столько сколько нужно чтобы настроить людей против они и чтобы они не обвинили нас в злословии следующий афоризм не раздумывая других в нем говорится о том что мы унижаем других людей чтобы возвысить себя возможно мы делаем это лишь в своем уме в конце концов вы не говорите вслух всего и другие могут этого не одобрить однако про себя часто разговариваете о мортимере о том как ненавидите его манеру одеваться его походку его холодный взгляд в ответ на ваши попытки улыбнуться вы говорите довольно я критиковала мортимера с того самого дня как сюда приехала я попробую подружиться с ним однако мортимер просто встречает вашу солнечную фальшивую улыбку ледяным взглядом тогда вы продолжаете раздумывать об ужасных манерах мортимера сидя на своей подушке почти не замечаете это как мысли и не вдыхаете это вам не приходит в голову обменять себя на мортимер и вы уж точно не чувствуете к нему благодарности еще один афоризм не будь таким предсказуемым который иногда также переводят как не будь таким надежным это интересно здесь говорится о том какие мы предсказуемые и все кто занимается рекламой знает об этом им в точности известно что показать на рекламных счетах и в роликах чтобы мы захотели покупать их продукты даже такие умные люди как мы иногда поддаются притяжению этой пропаганды ведь мы очень предсказуемой в частности мы на сто процентов предсказуемой в том что если нам что-то не нравится мы бежим от этого а если нам что-то нравится мы тратим довольно много усилий и времени чтобы проглотить это целиком если кто-то делает для вас что-то приятное вы всегда это помните и хотите отплатить ему за доброту однако если кто-то причиняет вам боль и вы помните это всю оставшуюся жизнь и всегда хотите так или иначе отомстить вот о чем идет речь в афоризме не будь таким предсказуемым не нужно каждый раз так предсказуемо реагировать на удовольствие и боль не нужно продолжать принимать лекарства несоответствующие болезни следующий афоризм очень легко понять не злословь мы тратим много энергии времени на сплетни о других людях возможно есть кто-то всего лишь один человек с которым у вас проблемы возможно это жалкая перла она всегда чувствует себя покинутой и вы обнаруживаете что вспоминаете свою мать которые так на нее похожи перлы ваша мать неким образом сливается друг с другом и вы обнаруживаете что постоянно раздражаетесь и испытываете отвращение жалкому виду перл который вызывает вас множество реакций однако вы совершенно не заинтересованы получше узнать перл и выяснить что с ней происходит у вас нет никакого желания общаться с перл и выяснять кто она такая зато вы получаете от нелюбви к ней своего рода удовлетворение и тратите много времени энергии на разговоры с собой а жалкой перл ужасном гарации или несчастном морте мере следующий афоризм не жди в засаде это еще один афоризм обнаженной истины вас учили быть милым человеком однако вы не чувствуете себя таким уж милом возможно вы что-то знаете о своем муже а он даже не догадывается что это знаете вы держите этот козырь в рукаве ожидая нужный момент чтобы выложить его на стол однажды у вас начинается большая ссора очень горячая он только что жуткого задел в этот момент вы достаете козырь из своего рукава чтобы как следует проучить мужа это называется ждать в засаде вы готовы быть очень терпеливыми пока не наступит подходящий момент чтобы вы смогли проучить другого и это не путь воина это путь труса вы не только хотите победить вы совершенно не желаете общаться стремление к общению с другим человеком быть в состоянии слушать и говорить искренне это то что меняет старые глубоко засевшие паттерны следующий афоризм не доводи дело до боли в каком-то смысле говорит о том же это нюансы человеческой трагедии нюансы трагикомической ситуации в которой мы оказались не доводи дело до боли означает тоже что и не унижая людей мы совершаем все эти поступки потому что сами чувствуем боль потому что чувствуем себя ранеными и далекими от других вместо того чтобы для начала подружиться с тем что мы чувствуем а затем попробовать наладить общение мы прибегаем к многочисленным способом поддерживать силу и целостность истории о нас и о них именно в этом причина боли на земле в том числе разрушение экосистемы все это исходит от людей которые не дружат с собой и никогда не проявляют желание общаться с теми кого считают источником проблем так мы застреваем на поле битвы в зоне вооруженного конфликта следующий афоризм не перекладывая груз вала на корову предположим вы начальник воно когда появляется такое дело которое кажется вам неприятным и которые вы не хотите делать вы передаете это дело воно вы перекладываете груз на кого-то другого это похоже на греческий миф об атланте он просто прогуливался ни о чем не подозревая когда кто-то сказал и атлант не мог бы ты всего минутку подержать землю мы тоже это делаем когда нам что-то не нравится нам не приходит в голову поработать с тем что мы чувствуем и пообщаться с человеком который нас об этом просит раскрыть ситуацию и бесстрашно и честно работать с происходящим вместо этого мы просто передаем свой груз кому-то другому и просим другого поддержать его это называется передавать фишку следующий афоризм не изворачивайся это означает не будьте неискренними и это похоже на афоризмы о том чтобы не есть отравленную пищу и не превращать богов демонов вы готовы публично свалить всю вину на себя так что все это увидит поскольку хотите чтобы люди хорошо вас думали ваша мотивация заставить других думать что вы прекрасный человек и в этом заключается увертка возможно также что есть человек который причиняет вам вред и вы вспоминаете о лоджанг однако и тут есть увертка вы не говорите отвали они или какую-то другую грубость вы милейший человек которым все восхищаются и в то же время они достается от других все меньше любви потому что она плохо с вами обращается вы словно подставляете аню притворяясь святым вот что такое изворотливость существует множество способов добиться сладкой мести последний афоризм не ищи в боли других опоры для собственного счастья что означает не старайся сделать боль других своим путем к счастью мы радуемся когда зачинщики неприятностей в нашей жизни оказывается под автобусом терпит банкротства или что-нибудь еще в этом роде моей жизни есть несколько людей подпадающих в эту категорию и меня поражает то насколько сильно я радуюсь когда кто-нибудь из них присылает мне письмо с рассказом о том как все плохо и наоборот меня преследует неприятные чувства когда я слышу что их дела идут хорошо я по-прежнему помню как они причинили мне боль и желаю чтобы они падали все ниже пока не умрут мучительной смертью вот так мы ищем в боли других опоры для собственного счастья эти афоризмы интересное исследование человеческого рода они показывают что нам нужно быть очень честными в своих делах если мы увидим эти вещи наше сострадание может значительно возрасти поскольку исследуя самих себя мы исследуем весь человеческий род монастырские правила дает нам представление о том какими были все эти святые монахи и монахини во времена будды среди этих правил есть например такое не покрывать мясо рисом чтобы раздающий пищу подложил еще мясо подумав что у вас его еще нет или такое не раздражать своего соседа по комнате с намерением выгнать его и заполучить всю комнату в свое распоряжение это настоящее правило предписание для монахов и монахинь идущие из времен будды все карикатуры мира и все комедии основаны на том о чем говорится в этой группе афоризмов когда мы делаем подобные вещи то сами не видим этого или видим и чувствуем себя так будто совершили грех и тогда либо отключаемся от происходящего либо преувеличиваем его я злословлено других я не достоин жить на этой земле о тяжкий груз чем больше я узнаю себя тем больше это вижу я постоянно распускаю сплетни я безнадежен ой вей но ведь мы также можем просто видеть то что делаем не только с честностью но и чувством юмора идти вперед не выстраивая вокруг этого всю свою идентичность однако у нас по-прежнему остается вопрос когда я чувствую себя хуже всего когда испытываю зависть или потребность отомстить как мне поступить наилучшим образом первый шаг это нырнуть в переживание плохих чувств подружитесь с этим чувством следующий шаг научиться общаться с людьми которые как вам кажется причиняет вам боль и делают вас несчастными это не значит научиться доказывать их неправоту и свою правоту это значит научиться общаться из сердца это путешествие длиной в жизнь и она очень глубинная это не то что случается быстро и легко да да Субтитры создавал DimaTorzok